Написал мне друг и сообщил, что в Украину прибыла записная русская либералка Евгения Марковна Альбац. Ну, я не буду даже цитировать, что она написала про Украину в своем... Мне прислали скрин, что она написала в своем... Да нет, почему же, процитирую, что Евгения Марковна написала Альбац у себя в Фейсбуке. Она написала на следующее. 32 часа дороги, 2 самолета, 3 аэропорта, машина, поезд 9 с лишним часов. Последний раз я на верхней полке ехала лет 40 назад в Архангельск. Очень чисто, все как при совке, но только очень чисто. Утром кофе в том же Граненном стакане с подстаканником. Хмельницкий поезд пришел минуту в минуту. Это все, что она спромоглась написать про Украину, приехав в Украину. Каким образом она сюда попала, я не знаю. Кто этому способствовал, я не знаю. Зачем она приехала сюда, я не знаю. Одно я точно знаю, кто она. Ну, во-первых, я точно знаю, что именно из-за массовых жалоб фабрик троллей на наш канал, вот этот канал, я даром уже добавив, из-за именно жалоб массовых, откуда-то, какими-то ботов-фермами присланными на этот аккаунт. Там было 2 или 3 разных ролика, где она про ее деятельность гибридно упоминалась. Была снята монетизация. Правда, потом ситуацию выправили с трудом, но выправили. Отправили необходимые документы и выправили ситуацию с Ютубом. Все восстановилось. Но только сейчас, только чтобы вы понимали, через полгода только с нуля опять монетизация восстановилась. Ее обнулили по жалобам на ролике, где я говорил о ее деятельности гибридной. Именно Евгения Альбаца. Выводы делайте сами. Вот. Дальше. Ну, это обычно. Когда они приезжают, Макаревич приезжал. Помните, ох, приехал в Ивано-Франковск, Западная Украина. Ой, как бедненько, но чистенько. Надо же, как в Европе. Ну, то есть, за МКАДом это для них все уже не... Это все провинция. И то, что в Украине, на Западе Украина, их удивляет. Бедненько, но чистенько. И вот она тоже вот отзывы про Укрзлызныцю пишет, да, вместо того, что... Ну, а что она может сказать? Евгения Марковна Альбац. Человек, ну, с больших кавычек для меня. Это слово я беру. Вот. Которое не так давно у меня это все есть, было в том забаненном аккаунте на Фейсбуке. Она писала буквально следующее. Не могу не солидаризироваться с Захаром Прилепиным. Наши мальчики, не знаю, как она там написала, наши солдаты. Ну, солдаты Рейха, солдаты русской террористической армии. Должны быть экипированы. У них должны быть бронежилеты. Как безобразие, почему у них нет нормальных бронежилетов. Вместе с Захаром. Не могу не солидаризироваться с Захаром Прилепиным, с террористом, который давно и всегда призывал к геноциду украинцев. Вот такая... Такая... Я не буду говорить никаких нецензурных слов. Вот такое явление оказалось в Украине за спиной вооруженных сил Украины. Она шлындает сейчас в Хмельницком. Наверное, она дальше будет путешествовать. Везде, где вы ее увидите в Украине, вы можете подойти и сказать. Евгения Марковна, вы враг Украины, открытый. Вы враг наших вооруженных сил. Вы враг настоящей свободного мира. Вы пособница Путина. Я уж не буду говорить, как что она писала все эти годы с 2014 года. Я не буду вспоминать, об этом писал и говорил. Как она в 2016 году, в сентябре или в конце августа, в сентябре, в Таллине, точнее, это было у моих друзей. Она сама, так сказать, об этом написала. Это была частная история. Я об ней не говорил о ней, пока она не сказала, как она вскочила за столом. Приложила руку к груди, к сердцу и сказала, здесь я гражданка Российской Федерации. Я Евгений Альбац, гражданка Российской Федерации. Здесь у меня паспорт моей страны и я требую у вас, сказала всем за столом, она грохнула по столу, требую уважать меня и мою страну. На что человек, который сидел рядом со мной, с которым мы обсуждали депортацию моего народа и его семьи, части из сонского народа, его в Сибирь, у нас там, на Урал, в Узбекистан. Он посмотрел на нее и сказал, а за что нам вас уважать? После чего она встала и убежала с истерикой. Ну, правда, там все нормальные люди остались и продолжили нормально общаться уже без нее. Значит, Евгения Альбац, если ей придет в голову приехать в Литву, Латвию, Эстонию, я вам сообщаю, то, что я лично от нее слышал, она ненавидит все три балтийские страны. Она почему-то считает все три балтийские страны, ну, про Эстонию я слышал точно, но я думаю, что про Литву, про Латвию то же самое. Она может сказать, вы, эти три страны, оказываются виновны в Холокосте, из ее уст. То есть, я даже не буду это комментировать, да? Вот, если я сейчас нахожусь в Вильнюсе, как раз на территории вильнюсского гетто. Вот, так вот, она ненавидит все три балтийские страны. Конечно же, не за это. Это она так приписывает. Понятно, что кто занимался, кто здесь проводил Холокост. Она манипулирует этим, жонглирует этим, а ненавидит она Латвию, Литву и Эстонию, как и Украину. Ровно за то, что они не под Россией, не под ее вот этой любимой родиной России, которой она гордилась при мне еще 20 людях, подпрыгивая со стола. Да, я призываю не оставлять это просто так, не оставлять ее мерзкие высказывания относительно мальчиков, которые тут убивают украинцев, террористов, которые насилуют наших детей, убивают, расстреливают, мучают. Надо подходить, если вы где-то ее увидите и опознаете, в кафе, в Хмельницком, где угодно, подойдите и скажите, убирайся из Украины, мерзавка, убирайся из Украины, потому что ты, Евгения Альбац, несешь мерзкие, лживые нарративы, потому что ты обманываешь своих, тех людей, с которыми ты читаешь лекции в Америке. Я уверен, что она говорит там гадости про Украину. Она, естественно, травила в свое время Валерию Новодворскую. Вот, но это уже, там можно рассказывать тоннами. Она в обнимку, и это есть у меня в Фейсбуке, посмотрите, в обнимку с Маргаритой Симоньян и другими пропагандистами Рейха. Она позировала на стадионе Луженики, где они приветствовали чемпионат мира в Рейхе по футболу, после которого Путина окончательно снесло крышу. Вот, значит, это был один из этапов его будущего вторжения гидроцидного в Украину. И сейчас она, она присутствует в Украине. Это унижение для меня. Я вот сейчас не нахожусь в Украине, но я скоро вернусь, да. Но мне больно просто физически от того, что это явление антиукраинское, античеловеческое. Это, не будем о личности, это явление общественное, уродливое общественное явление под брендом Евгения Марковна Альбац за спиной Збройных сил Украины. Убийц которых, убийц детей и близких которых она жалела публично вместе с Захаром Прилепиным. Она сейчас находится в Украине. У меня это не налезает вообще на голову. Я постараюсь как-то это переварить, но я призываю все общественное мнение в Украине подняться и указать ей на дверь. С каким бы паспортом, какой бы страны она сюда не въехала. Она при мне гордилась, прикладывала руку сюда и говорила, здесь у меня паспорт Российской Федерации. Она гражданка Российской Федерации. Под каким паспортом она въехала, я не знаю. Они могут по-любому мимикрировать, но это ничего не отменяет вообще. Значит, они все друзья. Они все коллеги. Они все из одного цеха, как они любят говорить, журналистского. Да, есть разные мнения. Есть Захар Прилепин, есть Евгений Альбац, есть Венедиктов, есть там какие-нибудь еще дожди. Но, как вы понимаете, все одни одним миром мазаны, одним веником они в совок сметены. И их, конечно, нужно выметать морально, хотя бы из Украины. Я призываю к моральному осуждению всех, я призываю ни одного украинского журналиста не брать у нее интервью. Никуда ее не приглашать, ни на какие мероприятия. Она выступала конкретно за террористов. Просто погуглите. Я не могу этого сейчас сделать, у меня аккаунт забанен в фейсбуке, но это и есть его высказывание. Солидаризироваться с Захаром Прилепиным в том, что российские террористы должны быть с нормальными бронежилетами приходить в Украину. А то, что нормальный бронежилет на террористе, это значит еще убитые украинские солдаты и мирные жители. Вот чему призывала Евгения Альбац. Поэтому распространяйте везде, пишите в аккаунтах, в ютубе, в фейсбуке. В инстаграме берите, копируйте то, что я, мой пост в фейсбуке, на моем запасном аккаунте. Ищите его. Значит, я сейчас дам ему. Вот, значит, и пожалуйста, не оставляйте это так. Это унижение для всех нас. Это плевок просто в глаза, в спину украинской армии и в глаза всем украинским людям. Это невозможно совершенно перевалить. Я вообще не понимаю, как такое стало возможным. Не понимаю. Не могу понять. Ну, я не буду сейчас аккаунт свой искать. Не могу. Вот такое явление оказалось в Украине в разгар войны, во время самых тяжелых боев, когда каждый день гибнут самые лучшие украинцы за их спиной. Лоббистка российской террористической армии, гражданка Российской Федерации, гордящаяся гражданством Рейха и гордящейся своей страной, находится в Украине. Не стесняется демонстрировать публично. Если спросить мое мнение, я скажу просто. Евгения Альбац, расистка, гибридная пропагандистка Кремля, вон из Украины, вон из-за спины вооруженных сил Украины, лучшие при селе которых гибнут и получают ранения в тот момент, когда она пьет кофе из-под стаканников, где-то в вагоне укрозлодезницы, а потом где-то в Милицком, а теперь приедет в Киев. Ну, даже глупо задавать вопрос, как она относится к помощи вооруженным силам Украины. Конечно, она против, но она же переживает за террористов, за то, что у них недостаточно хорошие бронежилеты, вместе с Захаром Прилепиным террористом. Она такая же адвокат Рейха, такая же гибридная террористка, как и Захар Прилепин. Просто они называются у нас либералами. Я не знаю даже, что добавить еще. Я не знаю, по какой ошибке она оказалась в Украине. Я призываю наши правоохранительные органы, Службу Беспеки Украины, да просто полицию. Ее можно задержать в Украине за отбеливание российской армии. Есть эти цитаты. Она не стеснялась, я это говорила, о том, что она сочувствует русским солдатам террористическим. Это оправдание терроризма, сочувствует терроризм. Ее можно задержать, ее можно допросить. И я бы ее даже обменял на кого-нибудь из наших воинов, находящихся там. За нее много дадут, поверьте мне. За нее Кремль отдаст кого угодно. Потому что она, я уверен в этом абсолютно, находится в творческом сотрудничестве с теми же Симонянами и прочими пропагандистами. Она этого и не скрывает, что она вместе с ними солидаризируется в переживаниях за Россию. А уж какие у них личные отношения, это их личное дело. Я сужу только по публичным вещам. И вот какие каналы, где ее будут показывать, это абсолютное дно. Это либо люди не знают про нее ничего, но я сообщаю. Передайте редакторам всем телеканалов украинских, если кто-то не знает. Можете погуглить. Но гугл это слишком сложная штука для многих украинских журналистов, я понимаю. Тогда я просто говорю вам, можете на слово поверить. Это расшистка, это гибридная пропагандистка, это человек, который не достоин даже находиться в Украине. Вообще никогда, тем более в эти решающие дни, недели и месяцы. Это огромная чья-то ошибка, что она попала в Украину. Я думаю, что про нее просто действительно и не знали, когда впускали. Но вот сейчас я, кажется, все рассказал. И это гуглится легко. Все ее высказывания про Украину, про сочувствие террористам. Она, видимо, есть миротворца, ну должна быть по крайней мере, но даже если ее там нет, она сочувствует российской террористической армии, которая уничтожает украинцев, проводит геноцид украинского народа сейчас. И она находится физически в Украине. Вот такие вот дела. И у меня не налезает это вообще. Я не поверил даже. Вот мне друг написал, он увидел это у нее, ну она у меня забанена, понятно, везде, давно. Он увидел где-то у нее в фейсбуке и сам офигел, что она находится в Украине. Она, сочувствующая террористам, находится в Украине. Вот. Вот я, кажется, про нее все сказал. Это просто просто удар в спину. Просто лично мне, как человеку, который переживает за Украину, это плевок в спину каждому нашему воину, за врагов, которых она так сильно и публично переживает. Да? Вот такие вот дела. Передайте, пожалуйста, кто из украинских журналистов видел, сейчас видит, смотрит. Ну, пожалуйста, перепечатайте, дайте своим гостевым редакторам. Нельзя ее приглашать ни в какие эфиры. Это просто катастрофа. Это в эфире она может выходить только вместе с Захаром Прилепиным. Вот если вместе ее позовете с ней, тогда приглашайте. Так будет, правда будет неполной про нее. Да? И я даже не могу ничего сказать. Просто я не знаю, как это вообще возможно. Ну, просто не знаю. У меня нет идей об этом. я редко бываю чем-то шокирован в последнее время, понятное дело, да? Но даже для меня это шок. Да? Вот. Конечно, еще люди напомнили мне, конечно, она говорила, что я же не могу желать попражения в собственной стране, ну и все такое прочее, да? То есть ее страна это русский рейх, которым она гордится, который она любит, и паспорт, которого она держит на груди своей и гордится им. Вот это все явление в воюющей Украине за спиной наших журнурных сил где-то пьет кофе и готовится, наверное, к интервью. Да? Вот. Я бы, честно говоря, советовал бы американским властям ее отправить из Америки, где она якобы кому-то что-то преподает. Что она может преподать? Коллаборацию с властями, сотрудничество во время освещения чемпионата мира по футболу с Симоньян из Russia Today, да? Что она может преподать? Как просрать весь протест и всю свободную прессу, условно даже свободную в России, как просрать все протесты, как просрать демократию, как предать память убитого Бориса Немцова, как предать память убитых других журналистов, вот, как коллаборироваться с Путиным в общей любви к любимому рейху. И все, чем она будет заниматься сейчас, это спасать репутацию своего рейха. Она везде будет говорить одно и то же. Одно и то же. Она везде будет говорить одно и то же, что Россия тут ни при чем, русские не виноваты, это вас Путин все убивает. Ну, правда, правда, наши бойцы в тепловизорах и в биноклях видят не Путина, а каких-то других людей, их довольно-таки много. Идут они добровольно убивать украинцев. У них есть все шансы уйти, миллион шансов откосить, уехать, что угодно, отказаться, в конце концов, сесть в тюрьму, вот, но не становиться убийцами. Они за 200 тысяч рублей в месяц с удовольствием идут убивать украинцев. Евгения Марковна переживает за их обеспечение, публичное, подчеркиваю, переживает за их обеспечение бронежилетами. Я просто в шоке. Значит, поэтому, я, пожалуй, по этой теме все сказал, распространяйте эти нарративы. Я говорю только правду, то, что я только сам знаю, сам видел и сам могу анализировать. Это гибридная журналистка-рошистка, которая будет за свой рейх бороться до конца вместе со своим кумиром, крымно-рошистом Навальным, сторонником в свое время еще геноцида Груздин, за что, как бы, она его просто фанатка, чтобы вы понимали. И все это одношатие братья, предатели памяти Бориса Немцова, на который они спекулировали и продолжают спекулировать до сих пор. Они его предали, они свели протесты до нуля, они обнулили и условно даже свободную журналистику там, и любые формы протеста, что и привело в итоге к консолидации рейха, к уничтожению какого-либо инакомыслия публичного и к нападению на Украину с целью геноцидной войны. И поверьте мне, я на этом закончу. Если бы Путину удалось взять Киев за три дня или за неделю или за месяц, поверьте мне, что все так называемые россияне, независимо от их взглядов, аплодировали бы своему фюреру, как они аплодировали за Крым наш, когда все строим встали практически 99% и сказали, да, ну Крым наш, ну и Киев также был бы их. Они бы это точно оправдали, если бы у него получилось. И сейчас Евгений Алибац была бы, если бы Киев был бы оккупирован, Украина была бы оккупирована, чего не случилось только из-за того, что столько наших героев полегло и получило ранения, то она бы сейчас находилась вместе с другими либеральными журналистами, цехи Москвы и так далее, уже находилась в Киеве, уже делала бы прямые телемосты, уже рассказывала, как строили бы, наверное, штабы Навального, боролись бы с коррупцией в российской оккупационной администрации и прочее, прочее. Вот чем они бы занимались. А так она объехала в Украину с другого бока, не знаю, по какому из своих, наверное, не единичных, а может и многочисленных паспортов. Но от этого ее облик моральный не меняется. Евгения Альбац рашистка, пропагандистка гибридная Кремля, носительница всех кремлевских, околокремлевских гибридных рашистских нарративов. Доклад про нее закончил. Спасибо за внимание.